Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем телезрителям телеканала «Союз». Мы продолжаем говорить о псалтире. Добрый день, отец Алексей. Добрый день. Пятый псалом мы продолжаем, он тоже очень глубокий, удивительный. Здесь толкователи о нем говорят, что он говорит и о языческой церкви, и говорит о иудейской церкви, и говорит о церкви христианской, которую уже потом направляется в свой взор все ветхозаветные общества. Но самое главное, мы должны помнить, что мы, пребывая сейчас в наше время, испытываем и те же трудности, которые испытывал псалмопевец Давид. И вхождение наше правильное в церковь Христову тоже нам помогает утверждаться в нашей жизни. С чего начинается этот псалом? С удивительных, замечательных и глубоких слов, которые мы слышали на первой неделе, да постоянно слышим в церкви, потому что читается этот псалом очень часто. «Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое». Конечно же, что значит «глаголы мои внуши»? «Услыши меня, Господи, и разумей вопли мои, вонми глазу моления моего». И здесь, конечно же, псалмопевец, обращаясь к Богу, говорит о том, что моление и молитва глубокая, и когда мы молимся к Богу, мы всегда обращаемся и просим Его, чтобы Он услышал слова нашей молитвы, потому что молитва не является внешним каким-то обращением к Богу. Это то внутреннее глубокое состояние нашей души, которое мы передаем Господу через слова, но вместе с нашими воплями. Почему? Они усиливают молитву, они показывают, насколько мы сердечно молимся, и эта молитва, она неформальная, она имеет такое внутреннее эмоциональное напряжение. Вопли без молитвы – это какой-то стон бессловесной твари, говорят нам толкователи, поэтому они ничего не значат. Но вот если вопли и наши слезы вместе с молитвой, вместе со словами молитвы, то тогда подчеркивает горячность нашего состояния и наше горячее обращение к Богу. Царю мой и Боже мой! Почему именно в молитве следует обращаться к Богу как к Царю и Богу нашему? Здесь очень важно, что здесь мы исповедуем Господа, мы признаем Его, что Он наш Царь, что Он Бог наш. И с этого начинается построение твоих отношений с Богом. Это очень четко и ярко видно через заповеди Божии, через особенно первую заповедь с законом Божьего. Вот смотрите, ветхозаветные заповеди, они начинаются не просто там заповеди, «Не убей, не укради, не прелюбосотвори». Вот сегодняшний человек, он в первую очередь называет эти заповеди. Почему? Да потому что грехи самые распространенные. Потому что думают, если ты это не сделала, значит, ты уже спасешься. Нет. Твое отношение с Богом не с этого только начинается. Хотя мы сейчас будем говорить, что Господь не любит тех, кто убивает. Но Господь равна и не будет строиться отношений с тем человеком, кто его не исповедует. Поэтому первая заповедь закона Божьего, она как начинается? «Аз есть в Господь Бог твой, да не будет тебе иных богов, кроме меня». То есть отношение с Богом можно выстроить только тогда, когда ты имеешь четкую связь, а самое главное – верность Богу. И вот здесь, когда обращаюсь к Царю Мой и Боже Мой, здесь четко подчеркивается исповедание Бога своим Царем и верность самому Богу. «Я как Тебе помолюсь о Господе». Не к какому-то иному, чуждему Богу, как часто мы слышим в церковных песнопениях, а именно нашему истинному, знаемому Богу. Мы молимся, Его прославляем. И это уже подчеркивается наше сыновство. Но, что мы не чужие Богу, потому что мы признаем Его своим отцом, царем, мы Его признаем Богом нашим, значит, мы Его чадо. И, естественно, никакая мать не может, и родитель, и отец никакой не может не служить своего ребенка. И каждый заботится о своих чадах. Так же и Господь уже заботится о том, кто к Нему именно так обращается. «За утро услыши глаз мой, за утро предстанути и узриши мя». Вот здесь псалмопевец Давид говорит о том, что рано утром я, вставая, всегда обращался к Тебе. И этим самым устанавливал связь с Господом. И для каждого из нас такой же пример, что и мы должны свое утро начинать не с того, чтобы мы представляли самих себя перед зеркалом, видели себя, готовили себя к дну насущному. И готовили себя к чему? Показать этому обществу, какой я хороший, какой я красивый, какая я хорошая, какая я красивая. Вот какие у меня хорошие одежки, какие у меня прекрасные застежки, вот начищенная обувь. Вот в первую очередь, вставая утром, мы должны показывать не самого себя для себя или для этого общества, а именно показать себя перед Богом. Вот я, Господи, я Твое верное чадо. И это предстояние перед Богом, как псалмопевец говорит, «за утро предстанути и узриши мя, и увидишь мя, а я предстану перед Тобой». Это предстояние не просто «я встал, Господи, смотри, я встал». Это предстояние, конечно, происходит через молитву. Почему есть утреннее правило? Почему мы говорим, кратко или полно нужно помолиться, чтобы предстать перед Богом? Ну а что значит предстать? Предстать перед родителями, что получить от них? Ну, мы знаем, что если мы предстанем перед родителями, значит, без карманных денег не уйдем. Если мы предстанем перед родителями, то без чашки чая и без какого-то вкусного бутерброда не уйдем. Это правда. А если мы предстанем перед Богом, значит, мы без Божьего благословения не уйдем из дома. Значит, Господь благословит нас на целый день, как своих верных чад, как любимых детей своих, которые призваны, конечно же, к внутреннему духовному совершенствованию и уже к жизни вечности. – Согласитесь, что внешний вид человека тоже имеет значение, особенно если… – Я не сказал, я не осудил. – И ботиночки надо все-таки почистить. – Все должно делать правильно и последовательно. Сначала предстань перед Богом, потом предстань перед собой, а потом уже покажи себе обществу. Но все должно, знаете, это как механизм в часах. Он правильно работает, когда все поставлено на свое место. А если что-то выпадет из этого механизма? Вроде часы хорошие, дорогие, будут стоить несколько миллионов рублей, а работать не будут. – А что делать? Прошу прощения, я немножко в сторону иду, но мы иногда с вами задаем вопросы, распространенные от телезрителей, когда они говорят, что мне рано выходить на работу, я рано встаю, не успеваю помолиться. Можно ли мне помолиться в дороге тогда, скажем, в метро, в троллейбусе, в такси? Или же мне, может быть, кратко помолиться каким-то кратким чином, сократить утреннее правило до какого-то минимума? Что вы посоветуете телезрителям? – Мы же все знаем прекрасно, что здесь не в том, что не хватает времени, а в организации своего времени. И каждый человек, как взрослый, он, когда говорит, он имеет долю некого лукавства, потому что он обманывает себя и обманывает тех, кто окружает. Но, простите, если у тебя есть какая-то большая необходимость, ну, например, ты должен с вечера не приготовил детки, мы завтра. Ты же встанешь пораньше, перед работой, чтобы дети ушли сыты, конечно, встанешь. Если у тебя, у мужа не поглажена рубашка, ты встанешь. Если у тебя какой-то не сделан урок, ты встанешь пораньше и сделаешь его обязательно. То есть есть чувство вещи необходимых. Если ты чувствуешь эту необходимость, то ты всегда найдешь на молитву ровно 10 минут или 5 минут, чтобы пристать перед Богом. Перед Богом не надо стоять, как перед генералом, 3 часа по стойке смирно. Предстань хотя бы на короткое время, но ты предстань перед Богом. Поклонись Ему и скажи, Господи, вот я благодарю Тебя, я встал сегодня. И помолись Ему кратко, произнеси молитву, Отче наш, Богородица, веруй. Потом пойди, делай все, что тебе надо, покушай. И опять-таки с молитвой выйдь, представь перед, почему иконочки, перед Богом предстань. И иди с Богом. Господь тебя благословит и будет помогать тебе в течение дня. И радоваться за тебя и за твои успехи. Спасибо, Атец Алексей. Якобог, не хотяй беззакония, ты и си не приселиться к тебе лукавной. Опять-таки Господь не хочет, чтобы был рядом с тобой беззаконный. И всякое беззаконие, чтобы было с тобой. И Господь никогда не примет человека лукавного. То есть того человека, который говорит неправду. И здесь псалмопевец Давид именно и говорит, «Не же пребудет беззаконница предочима твоима, возненавидел, если вся делающая беззаконие, погубившая вся глаголющая лжу, мужа кровей и льстива, гнушается Господь». То есть никогда не войдет в общение с Богом человек, который творит беззаконие. Который возненавидел все, и Бог возненавидел все делающие беззаконие. Здесь, конечно, больше говорит о том, что Господь не примет в общении с собой. Именно говорится о церкви. И в церковь войдет только человек, который стремится исполнить правду. Любого человека, творящего неправду, Господь отвергает. И погубит глаголющую всякую лжу. Почему? Ложь – это самое отвратительное дело. Обман, неправда, которую человек позволяет себе во всех отношениях, не только по отношению к Богу, но и в человеческих отношениях, в бытовых отношениях каких-то. Ведь от чего страдает сегодняшний мир? Он страдает от того, что много очень неправды. Двойные, тройные эстердарты. Это неправда льется с экранов телевизора. Это неправда льется из уст политиков. Это неправда льется сегодня от уст правозащитников, которые, живя неправдой, защищают эту неправду. Это действительно проблема с сегодняшней жизнью. Но кто явился родоначальником лжи? Кто являлся отцом лжи? Дьявол. Враг рода человеческого. Если человек, который обманывает другого человека, кому он служит? За кем он идет? В какое состояние он сегодня впал? Ложь. Кругом ложь и неправда. И что самое страшное, что эта ложь и неправда, она распространяется сегодня в нашем мире с огромной скоростью. И она уже становится уделом не только человека, отошедшего от Бога, но и человека, который в какой-то степени живет с Богом, пытается даже служить Богу, все равно обманывает, чтобы оправдать свои недостойные поступки или лжет для того, чтобы погубить другого человека. Мужа кровей и льстива гнушается Господь. То есть убийцу и человека, который лестью своею. Потому что как лжец, так и льстец, так он равняется убийце. Они убивают человека и творят всякое беззаконие. Об этом очень хорошо говорит Священное Писание. Потому что от чего происходит ложь? От чего происходит лесть? От ненависти. Ненависть. И всякий, кто ненавидит человека, он и является человекоубийцем. Вот на это особо и обращает Абсалмопевец Давид. И, наверное, особенно в наши дни, Святой Четыридесятницы, мы должны помнить о том, насколько мы строги должны быть к своим словам. Чтобы не были они не ложными, чтобы они были праведными, но не были неправедными. Аж и множество милости Твоя, вниду в дом Твой, поклонюсь я ко храму святому Твоему, в страсе Твоем. Ну, вот здесь Абсалмопевец Давид обращает наше внимание, в каком состоянии примет нас Господь. И в каком состоянии мы можем войти в Церковь Божию. Конечно, аж и множество милости Твоя, вниду в дом Твой, поклонюсь я ко храму святому Твоему. Только по милости Божией. И мы не должны никогда забывать о том, что милость Божия сопровождает человека. Нет достойного человека на земле. Помните, когда Господа спросили, «Господи, кто же может спасти?» Он сказал, «Человекам невозможно, Богу же все возможно». И здесь, когда даже мы входим в Церковь Божию, и у нас есть возможность поклониться к храму святому Твоему, в страсе Твоем, то есть наполненной страхом Божьим, то мы должны помнить, что это не мы имеем такую особую заслугу, а то, что Господь побил все свои, принимает нас, отвечая, конечно, на наше открытое сердце, готовое вместить Христа. Пусть это жилище не убранное, нечистое, но готовое вместить. Но все-таки вхождение в Церковь Божию – это по великому Его милосердию. «Господи, настави мя правдой Твоей, враг моих ради, исправи пред Тобою путь мой». Ну, конечно, опять-таки, «Господи, настави мя правдой Твоей». Мы уже говорили о правде. Что такое правда? Правда – это закон Божий. И когда мы просим, чтобы Господь наставил мя правдой Твоей, то есть, конечно же, чтобы дал нам возможность, дал свою благодать исполнять и жить по заповеди Божьим. Это является действительно основным и главным в нашей жизни и основной и главной задачей для христианина особенно. «Враг моих ради, исправи пред Тобою путь мой». Ну, чтобы враг не посмеялся, не сказал, смотрите, этот человек верующий, и смотрите, как он живет. Вот, вашими делами либо прославляется, говорит апостол Павел, имя Божие, либо хулиться. Поэтому, чтобы не хулилось имя Божие, мы должны идти каким путем? Прямым. Прямыми соделайте стези свои. А что значит исправить? Это чтобы нас не бросало ни влево, ни вправо. Вот, как бывает очень часто в нашей жизни. Об этом, кстати, очень хорошо говорят святые отцы, и святые отцы, и святые отцы, и святые праведные, и ангронштадтские. «Я, конечно, стивусь тех их истине, сердце их суетно, гроб отвез в гортане их языки своими льщаху». Опять-таки, вот здесь псалмопевец Давид, он постоянно ведет некое такое, ну, и сравнение, и внутреннее переживание, потому что есть постоянная борьба. И человек праведный, который живет в правде своей, он смиренно молится и говорит, «Господи, тяжело, тяжело бороться и противостоять греху, беззаконие, которое искушает тебя, которое одолевает тебя, которое нарушает твой внутренний мир». Почему он нарушает? Да потому что ты живешь среди тех людей, в устах которых нет истины, которые далеки от Бога и от правды Божьей. Сердце их суетно, и суета человеческая, она действительно удаляет человека от Бога, лишаясь его святого. Неслучайно апостол Павел говорит, язычники, почему люди стали язычниками, получив верное истинное богопознание в раю, общение с Богом, и после даже знания из рая человек общался с Богом. Но почему он ушел от Бога? Сыны человеческие и Сыны Божьи. Почему разделилось человечество все на два таких колена, скажем, Божие и человеческие, потому что одни своей жизнью и своим стремлением ставили служение Богу, а другие, возделывая жизнь, материально богатели, суетились. О, суетились! Суета стала причиной человека ухода от Бога. И если человек много суетится, много берет на себя, говорит о том, что у меня нет времени ни молиться, не постится, служит земле, служит временному, а не вечному, тогда он полностью уходит от Бога. Поэтому сердце их суетно, не случайно псалмопевицкое, подчеркивает вот эту вот страсть, вот этот грех, который очень сильно человек уводит от Бога. И тогда человек теряет все самое святое. Но сейчас, к сожалению, учителем жизни стал телевизор. Телевизор. И люди пишут свою жизнь с мелодрам, боевиков, шоуменов, артистов. У нас же ведь теперь артистам поклоняются. Они сотворили себе кумира, а мы сотворили, начиная с времен советских, когда действительно... На кого ты хочешь быть похож? Ну, хорошо, говоришь, что там на космонавта положим. Да, но в основном на артистов. Причем на образ, который себе создали, а то что-то внутри артиста ведь и не знали. Вот что с этим мы будем делать? Противостоять. Противостоять? За счет прекрасного телеканала «Союз» и тех возможностей, которые мы еще имеем в разных средствах массовой информации, ну и через свое служение, через свою проповедь и через выцерковление человека. Ведь бывает такое состояние, когда люди не смотрят телевизора. И это хорошо, например, во время Великого Поста. У меня даже дети сказали о том, что столько свободного времени, папа, у нас давно не было столько свободного времени. Почему? Запрещен телевизор, компьютер, телефон. Делать нечего. То времени не хватало, а теперь остается даже дождут. А чем еще заняться? Замечательно. И молиться успевает, и поклоны сделать Ефрема Сирина. И на все хватает времени. Поэтому здесь вот и псалмопевец Давид и говорит о том, что нужно пегать суеты, гроб от вес гортани их, языки свои мельчаху. Опять-таки, гроб от вес гортани их. Естественно, от такого человека невозможно слышать ничего доброго. Как открой, попробуй, гроб. Одно зловоние. И здесь такое человеческое зловоние. Как в делах, так в словах, так и в мыслях. Судим Божи, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестих и зрения. Яко преогорчиша Тя Господи. Но опять-таки, здесь псалмопевец Давид говорит о том, чтобы Господь не наказал их, а исправил. Суди им Божие. Исправь их, Божие. И потому что они пригорчишут тебя, потому что они живут неправедно. И да восвеселятся всеуповающие на тебя, вовек возрадуются, и вселищися в них, и похвалятся о тебе, любящее имя Твое. И да восвеселятся всеуповающие на тебя. Действительно, когда утверждается правда Божия, тогда и наполняется весельем сердце человеческое. И тогда радостью наполняется. И Господь вселишься в них. То есть Господь действительно вселяется в человека. И особенно, вот если брать уже этот стих, то мы, конечно, должны говорить о назаветной христианской церкви. Когда глубокое и тесное мистическое общение с Господом рождает не только веселье в сердцах уповающих на Него, но когда Господь действительно через святое причастие, через тело и кровь вселяется в человека. И тогда те, кто любят Бога, они не только могут похвалиться, то есть сказать о том, что Господь с ними, но свидетельствовать о Господе своей внутренней состоятельностью и своим внутренним миром, который дает действительно полноценную жизнь, как явление Царствия Божия внутри самих себя. Это плоды молитвы, это плоды общения в Церкви Христовой. «Яко ты благословише Господи праведника, яко оружием благоволения венчал еси нас». Ну, конечно, «яко ты благословише праведника», праведного человека, опять-таки, мы должны всегда говорить, что праведный правда – это тот, который всю свою жизнь стремится исполнить заповеди Божии. У нас разные бывают состояния – состояние падения, состояние восстания. У человека нет ровного состояния. Тот, который некогда впал в грех, он не должен думать о том, что он не может дальше пребывать в праведности. Праведное состояние от момента покаяния до сегодняшнего дня – это твоя праведность. Дальше, если ты совершил грех, ты пал. Эта праведность у тебя понизилась, и ты уже не пребываешь в правде. Но если ты покаялся и отошел от греха, значит, ты уже пребываешь в праведности. И поэтому мы не должны смотреть на жизнь, прошлую человека, но смотреть на его будущее. Для Бога важно не, как, говорят святые отцы, человек падает, а важно, как он восстает после этого падения, насколько он может победить грех свой. И когда он побеждает грех, конечно, он пребывает в праведности. Яко оружием благоволением венчал, если нас. Но чем нас Господь венчал? Нас Господь венчает всех своим крестом животворящим, которым мы побеждаем. Всякий грех и всякое беззаконие в жизни человека. Никто не должен умолять значению и силу животворящего креста. Крестом Господь победил грех, Крестом Господь победил смерть. И Крестом Господь явил свою неизреченную любовь миру. И если кто-то считает, что Крест – это трагедия, это страшная картина, то для христианина это явленная любовь Бога. Прекрасные слова, прекрасный псалом. Отец Алексей, я сердечно вас благодарю. Спаси Господи. Желаю вам всего доброго. До свидания.